для тех кто не курсы объясню продолжаю путь шамана александра гадышева я его волк он меня так нарек когда-то он пообещал богу дал слово что проделает этот путь пешком так как сейчас он находится в заточении ведь и никому я решил это чисто мое решение решил продолжить его путь так как тоже считаю что президент обе окутан демоном демон завладел его разумом демона надо изгнать никогда жизнь у нас в стране наладится в прошлом году я прошел две тысячи километров дошел до города новосибирск и в этом году я вышел и продолжают сторону москвы почему примкнул к шаману я считаю что на данный момент нет ярко выраженного лидера так называемая оппозиция 1 действительно болеет за народ я увидел также в ю-тубе шамана этот человек никуда не денется никуда не скроется он обычный простой человек человек из глубинки то есть за ним никто не стоит нет никаких советников не западников каких-либо еще не приверженец какой-либо политической партии коим я тоже являюсь я не сочувствую ни одному политическому движению я услышал от шамана слова народовластия не это близко прямое народовластия но до этого нам нужно развиваться эволюционировать не наше слово эволюция это от более простого организма до более сложного развития просто тупо биологический процесс а развитие это развитие умственное морально прямое народовластия это большая ответственность это когда каждый гражданин будет не бессловесным бестелесным будет живо участвует решение насущных проблем своей деревне города села то есть все будет решаться по колу по кону на кого ты надеешься одежда надежда только на людей и как бы нельзя остановить кто разум победит нас купили мы продались в 90 снегерсов поели вот сейчас отрыжка так скажем уже понятие пришло что в этом счастье не в импортных автомобилях и прочих благах тоже делать как же без путина у нас достаточно много умных людей политических партий вообще не должно быть и тем более партии власти так как любая партия это определенный круг определенных определенный круг людей там у нас же разные есть там коммунисты там лгопыристы ну и прочее когда человек с какими-то политическими убеждениями у руля ты соответственно будет осаждаться опять идеология у нас и крещеные мусульмане и коммунисты я говорю все и должен учитываться интерес каждого гражданина каждого человек народовластия прямой народовластия долгайте дело него времени не в километраже телега катится по сознанию все давно понимают что так жить нельзя невозможно то есть у нас территория нашего государства 1 6 часть суши планеты земля процентное отношение населения это 6 процентов от всего населения земли и на территории этой страны у нас мы обладаем 40 процентами недр всей планеты земля живем как у сего это я не к тому что нужно неду распродавать они сейчас распродаются и распродаются довольно успешно просто кому принадлежат эти фирмы но они это не идет доход государства не идет на улучшение социальных нужд тех же самых граждан и при здоровом правительстве здоровым правителем верховным как его народ назовет это не моя задача на немного другие цели я говорю что я из людей как таковых не вижу то есть не ищу идеалов и сюда бессмысленно искать идеал человек что он человек он смертен он грешен общая масса людей куй выберет для нас самое главное чтобы институт выборов заработал действительно выбор честных выборов и уж на этой основе придет человек из народа а умом наша земля умными людьми она всегда была богата их множество просто где-то хода не дают у нас это семейщина везде кругом сейчас все поделено на сектора какие-то уже колонии то есть эти местные губернаторы мэри там царьки того или иного региона республик президент как таковой спустил даже вот по последним до покороновился и каждый в своем околотке творит что хочет по сути но они подчиняются определенный так скажем ветви власти антинародной власти власть у нас антинародная она вся направлена на геноцид собственного населения элементарные проблемы ну что их перечислять мы едим непонятно что нас учат учат непонятно как лечат абы как нас охраняет от самих себя же я учитываю да что возможно там инагенты как сейчас вот это модно там еще что-то прозападные но не может быть такого количества населения недовольны если все у нас так хорошо в стране естественно есть ушлые ребята которые всегда хотели что-то поиметь с нашей страны во все времена независимо от строя монархи этом социализм там еще что-то всегда есть люди которые шкурум употребляют свой шкурный интерес кому-то нужен народ но сейчас этот народ не нужен уже никому нужна земля это что в земле мы здесь лишним поэтому идет сокращение населения таких достаточно такими интенсивными темпами наше население сейчас составляет количество населения после великой отечественной войны то есть мы вымираем плюс на местах еще я говорю это национали националистические опять поднимаются волны на опять же на той же волне хоть бы кто лишь бы не путином потом чтобы опять разгребать нам не нужен повтор семнадцатого года разум должен победить я не исключаю там какого-то более радикального исхода я его не сторонник за все мы расплатимся опять своей же собственной кровью а количество росгвардии сейчас по статистике превышает количество сухопутных войск российской федерации для чего нам столько охраны я говорю еще раз повторяю что она сохраняет от самих себя принципе все что хотел сказать а а а и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok